Добрый день, уважаемые коллеги! Новая терапия лимфомы Ходжкина прежде всего связана с таргетной терапией и с применением ингибиторов иммунных контрольных точек. Линтоксима-повидансин в исследованиях первой и второй фазы продемонстрировал высокую эффективность по частоте объективного ответа и частоте полных ремиссий при рефракторных формах лимфомы Ходжкина и рецидивах. И пятилетняя общая выживаемость составила 41%. Причём при достижении полного ответа, естественно, пятилетняя общая выживаемость и выживаемость без прогрессирования значительно выше, чем при достижении частичного ответа. И в августе 2011 года FDA было зарегистрировано. Применение бринтоксима-повидансина при лечении классической лимфомы Ходжкина после неудачи лечения высокодозной химиотерапии с аутотрансплантацией стволовых гематопоэтических клеток, а также при неудаче двух и более линий химиотерапии. В 2016 году применение бринтоксима-повидансина было зарегистрировано в России для лечения классической лимфомы Ходжкина. Также аналогичные результаты терапии бринтоксима-повидансина были отмечены и у пациентов с рецидивами лимфомы Ходжкина после аллогенной трансплантации. Частота объективных ответов составила около 60% и частота полных ремиссий около 45%. Токсима-повидансин также эффективен в исследовании третьей фазы при консолидации терапии после аутотрансплантации гематопоэтических стволовых клеток у пациентов с высоким риском рецидива. Двухлетняя выживаемость без прогрессирования составила около 65% при применении препарата в течение одного года. По сравнению, выявлены преимущества по сравнению с группой контроля. И в августе 2015 года также было зарегистрировано применение данного препарата с целью консолидации после аутотрансплантации гематопоэтических стволовых клеток у пациентов с высокими рисками раннего рецидива при массивном опухолевом поражении при рецидиве, при экстранодальном поражении при рецидиве, отсутствии полного ответа после терапии второй линии и первичной рефракторным течением. Также изучается эффективность брентоксимаба видансина при повторном применении, если был ответ полный или частичный на предыдущие лечения. Бентоксимаб видансина эффективен и активно изучается в терапии первой линии при классической лимфомой Ходжкиной в комбинации со стандартными режимами химиотерапии, АБВД и Биокоп. И также при ранних стадиях в комбинации с лучевой терапией при неблагоприятном прогнозе. Эффективность комбинации брентоксимаба видансина намного выше, чем в монотерапии. И поэтому он изучается в комбинации также и с различными препаратами, например, ингибиторами МТОР. В клинических российских рекомендациях 2020 года, кроме стандартных режимов химиотерапии в первой линии при распространенных стадиях классической лимфомы Ходжкина, рекомендуется применение режима брентоксимаба видансина с режимом АВД при невозможности проведения или продолжения интенсивных режимов химиотерапии, если пациенту это необходимо, и при высоком риске развития пульмонита. Брентоксимаб видатин также эффективен в комбинации с противорецидивными режимами химиотерапии, такими как АИС, ИСХАП, но особенно стоит выделить комбинацию брентоксимаба видансина с бендомустином, потому что эффективность аналогичная с режимами полихимиотерапии, но при этом токсичность менее выражена и достаточно высокая показатель общей выживаемости. Высокая эффективность также комбинации брентоксимаба видансина с миволумабом, частота полных ремиссий составляет около 60%. Брентоксимаб видантин может использоваться эффективно у пациентов в комбинации с брентомустином при рецидивах и рефракторном течении лимфомы Ходжкина. В комбинации с брентоксимабом, особенно у пациентов с химиорезистентной опухоли и неблагоприятным прогнозом. У пожилых пациентов также эффективна эта опция брентоксимаба видансина в монотерапии. Клинические российские рекомендации 2020 года рекомендуют применение брентоксимаба видансина у пациентов с рецидивами и рефракторным течением лимфомы Ходжкина после аутотрансплантации гемоподических стволовых клеток и также после применения более двух линий предшествующей терапии у пациентов, которым не проводилась аутологичная трансплантация костного мозга. Бетоксимаба видансин также эффективен в терапии третьей линии, особенно в комбинации с бендомустином. При достижении частичных и полных ответов возможно обсуждение проведения высокодозной химиотерапии, саутологичной трансплантации и также возможно его применение в терапии третьей линии в монорежиме у значительно предлеченных пациентов. Бентоксимаба видансин может использоваться у пациентов с классической лимфомой Ходжкина после неудачи лечения аутологичной трансплантации костного мозга, после двух и более линий предшествующей химиотерапии для консолидации эффекта аутологичной трансплантации при высоком риске рецидива, в терапии спасения второй линии перед аутологичной трансплантацией костного мозга, в терапии первой линии в лечении распространенных стадий лимфомы Ходжкина. Эффективно его применение повторное в комбинированных режимах и также может применяться у пожилых пациентов в терапии первой линии. Повторное применение при сохраненной чувствительности брентоксимаба видансина при медианной выживаемости около 11 месяцев возможно достижение частоты объективного ответа около 60% и частоты полных ремиссий у 30% пациентов продолжительностью до 6 месяцев. Для преодоления множественной резистентности детоксимаба видансина также изучаются комбинации этого препарата с верпомилом. При повторном применении при резистентной классической лимфоме Ходжкина или рецидива также могут использоваться и изучаются комбинации брентоксимаба видансина с эвортсинипом и с другими препаратами, ингибиторами иммунных контрольных точек. Препарат хорошо переносится при рецидивах после высокодозной химиотерапии. Большинство ответов – это частичные ремиссии или стабилизации. И поскольку они не настолько продолжительны, то может индивидуально обсуждаться вопрос о возможности консолидирующей терапии аллогенной трансплантации костного мозга. При рецидивах классической лимфомы Ходжкина после аутологичной трансплантации костного мозга эффективно могут применяться брентоксимаб видансин и ингибиторы иммунных контрольных точек в зависимости от того, применялся ранее брентоксимаб видансин или нет. И в зависимости от достижения ответа могут обсуждаться различные варианты последующей терапии, в том числе и аллогенной трансплантации костного мозга. Экспрессия PD-L1 при лимфомах боклеточных выражена в различной степени, но больше всего она выражена при классической лимфоме Ходжкина. По разным данным до 100% может достигать. И поэтому у пациентов с рецидивными и рефракторными формами лимфомы Ходжкина эффективно применение ингибиторов иммунных контрольных точек неволумаба было отмечено у значительно предлеченных пациентов с множественными курсами предшествующей терапии и после аутологичной трансплантации применения брентоксимаба видансина была отмечена частота общих объективных ответов достаточно высокая для этой группы пациентов и частота полных ремиссий. Также он изучался в регистрационном исследовании на разных группах пациентов, в котором проводилась аутологичная трансплантация с применением на разных этапах брентоксимаба видансина до или после аутологичной трансплантации. Отмечено уменьшение опухолевой массы у почти 95% пациентов и отмечена высокая частота объективного ответа независимо от предлеченности этих пациентов и также достаточно высокая частота полных ремиссий до 30% особенно у пациентов, которые не получали ранее предшествующие терапии брентоксимаб видатин. Выживаемость без прогрессирования была достаточно продолжительной в среднем до 15 месяцев независимо от предлеченности пациентов. различными видами терапии. И медиана выживаемости без прогрессирования была выше у пациентов, у которых был достигнут полный ответ на терапию невовумабом. Общая выживаемость пациентов также была достаточно высокой, более 90% независимо от предшествующей терапии. Объективный ответ отмечался также приблизительно одинаково у всех пациентов независимо от рефракторности к первой линии терапии предшествующей или последующих линий терапии. Осложнения, нежелательные явления иммунопосредованной третьей-четвертой степени отмечены были приблизительно у 25% пациентов, и это чаще всего были инфузионные реакции, сыпь, аутоиммунный гепатит. В целом терапия ингибиторами контрольных ромонных точек переносится достаточно неплохо. Также продолжаются исследования комбинации брентуксимаба-видансина с невовумабом. Это исследование первой и второй фазы при рецидивах рефракторных течения лимфомы Ходжкина. И по данным промежуточным, при медиане наблюдения 22 месяца приблизительно получен высокая частота объективных ответов и также частота полных ответов более 60%. Нежелательные явления первой и второй степени были отмечены практически у всех пациентов, а тяжелые нежелательные явления отмечены где-то у 30%. По нашим рекомендациям 2020 года невовумаб рекомендуется пациентам с рецидивами и рефракторным течением классической лимфомы Ходжкина после аутотрансплантации гемополитических стволовых клеток и терапии брентуксимаба-видансина или после трех и более линий системной терапии, включающих аутотрансплантацию гемополитических стволовых клеток. В рекомендациях НССН также имеется опция, а это комбинация бентуксимаба-видансина с невовумабом. Невовумаб при рецидивах также может использоваться как в монотерапии, перед аутотрансплантацией гемополитических стволовых клеток, так и для увеличения частоты полных ответов может использоваться еще и в комбинации с терапией противорецидивной. Например, при применении режима АИС увеличивается частота достижения полных ответов у пациентов, у которых не было достигнут полный ответ при применении шести курсов монотерапии невовумабом. Пембролизумаб в регистрационном исследовании продемонстрировал аналогичные результаты, что и невовумаб приблизительно те же самые, такой же приемлемый профиль безопасности, также высокая частота объективных ответов и полных ремиссий, особенно у пациентов, ранее не получавших бентуксимаб-видансин. И при достаточно длительной медиане наблюдения сохраняется наилучший достигнутый эффект – это или полный частичный ответ, или частичный ответ. Препараторы-ингибиторы иммуноконтрольных точек также дают положительный ответ при повторном применении, если ранее на предшествующей терапии был достигнут полный ответ. Пембролизумаб по клиническим рекомендациям 2020 года показан пациентам в монорежиме для лечения рефрактерной классической лимфомы Ходжкина, а также у пациентов с рецидивами классической лимфомы Ходжкина после трех и более линий предшествующей терапии. Он может назначаться пациентам, не получавшим ранее бентуксимаб-видансин и аутологичную трансплантацию костного мозга. Препараты-ингибиторы иммуноконтрольных точек более эффективны в комбинации с другими препаратами. Их эффективность значительно выше, но и токсичность также выше в зависимости от того, с какими препаратами комбинируются ингибиторы иммуноконтрольных точек. Наиболее эффективны невовумап и пембролизумап. Если ранее не получали пациенты терапию бентуксимабом-видансином, здесь отмечается высокая частота объективного ответа и полных ремиссий. Также изучаются места ингибиторов иммуноконтрольных точек при применении аллогенной трансплантации до или после аллогенной трансплантации. В какое время и когда надо рассматривать опцию применения аллогенной трансплантации гемополитических стволовых клеток, учитывая, что всё равно происходит потеря. Частичного ответа на фоне терапии ингибиторами иммуноконтрольных точек. Терапия ингибиторами иммуноконтрольных точек и пембролизумаба и невовумаба на фоне этой терапии отмечается улучшение качества жизни пациентов, что, в общем-то, важно для значительно прилеченных пациентов. Перед аутотрансплантацией ингибиторы контрольных точек используются с различными режимами химиотерапии и в последнее время изучается возможность применения монотерапии ингибиторами контрольных точек. И если не достигнут полный ответ, то включаются режимы противорецидивной стандартной терапии. Новый режим применения пембролизумаба зарегистрирован в FDI в 2020 году. Это применение 400 мг каждые 6 недель для всех нозологий, что очень важно в условиях нынешнего дистанцирования в связи с новой коронавирусной инфекцией. Выводы ингибиторы контрольных иммунных точек высокоэффективны даже у значительно прилеченных пациентов, в том числе с рефрактерным течением, с рефрактерностью терапии бринтоксимабом, ведантином, позволяют достигать продолжительного, но и лучшего ответа, частичного в том числе ответа и в том числе стабилизации у значительно прилеченных пациентов, улучшают качество жизни у этих пациентов, могут использоваться с достаточно управляемым профилем токсичности, особенно если это пациенты пожилые и не кандидаты для высокодозной химиотерапии. Эффективны в первой линии, во второй, в третьей и также при повторном применении, особенно в комбинации с другими препаратами. Благодарю за внимание. Продолжение следует...